Привет, мой дорогой электросамокатный зритель! Прости, что не было так долго роликов, я за вами всеми очень соскучился, но нужно было обсуждать создание Вимбайка 5-й версии. Надеюсь, вы оцените мои труды, это будет в следующих роликах, обязательно следите за обновлениями на моем канале. А сейчас на улице идет уже дождь, опадают листья, это значит, что уже осень, но не нужно грустить, потому что это время подготовить самокат к сезону, и если у тебя еще нет самоката, то можно выгодно купить себе данный аппарат, который тебя интересует. Именно про это и пойдет речь в сегодняшнем ролике. Я готовился к ролику про Сайоми ПРО, он тоже будет позже, потому что хочу максимально полезный обзор записать, хотя обзоров уже очень много, но полезных, к сожалению, как всегда, мало. И наткнулся же на лайкбайк из 10+, когда смотрел, какие есть конкуренты в цене у Сайоми. Я был очень-очень удивлен цене, и потом нашел ролик про три лайкбайка, про С10+, про оффроуд и про С10+, конечно, меня много удивило, я как специалист в лайкбайках, вы все видели ролики прошлые. Хочу поделиться с вами очень ценной информацией, которую мне удалось собрать за три года в этой сфере и после моего полноценного обзора на лайкбайк и на Цитрус в целом. Начнем из того, что в том видео я сказал, я не знаю откуда взялся бренд лайкбайк, но теперь-то я все знаю. Как это происходит? Существует несколько заводов Китая, им отдают одни и те же в принципе чертежи, плюс-минус могут отличаться дисплейчики, моторы с разным рисунком, но в общем и целом это одна и та же модель. И они ее штампуют, клеят свои лейблы и потом самокаты уезжают в Украину, в Россию и так далее. Отсюда мы имеем столько подобных китайских самокатов, хотя они все китайские на самом деле, в саму суть их так называют. И также поступает Цитрус, он берет количеством, я уверен, более чем 100 штук, потому что нелогично было бы брать меньше, а Цитрус хочет купить единицу товара как можно дешевле и продать как можно дороже. Этого можно добиться только за счет объема. И на выходе у нас получается бренд Like Bike. Но, как и у каждого правила, в этом есть исключение. Думаю, вам будет интересно, хотя мы это немножко отойдем от темы. Такие бренды, как Сайоми, Куга, Мини Моторс, Курусы, Убго и Кабо, ну и то, что мне приходит в голову там еще вейпит и так далее, они занимаются оригинальной продукцией и за ними уже потом повторяют все остальные. Хотя стоп, Куга и оригинальная продукция нет. Куга мы убираем из этого списка, а про остальные я сказал все верно. Теперь я думаю стоит рассказать вам про плюсы и минусы бренда. В чем же плюсы для самого Цитруса? Тут все очевидно. Введя в поиск Like Bike, вы должны попадать по идее на продажную страничку сайта Цитруса. Но спасибо вам, мои дорогие друзья, которые смотрят, лайкают и комментируют ролики за то, что в итоге, введя в поиск Like Bike, человек попадает на мой ролик и дважды думает, купить ли ему Like Bike или нет. Но это было про первое поколение и тут же мы поплавно переходим ко второму плюсу. Когда первое поколение стоило у нас 21000 гривен или 22, точно уже не помню. А если бы Цитрус назвал его реальным именем, все бы узнали, что реальная стоимость самоката в разы ниже и люди бы думали, а зачем мы столько переплачиваем чуть ли не в два раза. И дабы уберечь покупателей от этих лишних мыслей, конечно же, в свое время Цитрус принял решение назвать самокаты именно Like Bike. Это, конечно, не точно, но по моему скромному мнению, я считаю, именно так. Теперь, касаемо плюсов для вас, что это свой бренд. В первую очередь, на мой взгляд, какая разница, как называется самокат, лишь бы он приносил удовольствие, не ломался и выполнял свои функции. Но тут возникает еще один нюанс. Если у вас самокат все-таки ломается, вы не можете найти на него детали, введя там дисплей на Like Bike. Потому что этот бренд существует только в Украине, и нужно будет искать аналоги. Слава Богу, у нас есть группа, ссылочки в описании в Инстаграме и в Телеграме. Там в Телеграме конкретно люди могут подсказать о том, что где, какие аналоги и что можно купить взамен того, что у вас есть. Ведь даже я сам лично, когда меня попросили купить дисплей на Like Bike AVD, но не выслали коннектора, только характеристику и фотку, я купил не тот. То есть, было 5 коннекторов в моем, а в AVD 6. Или наоборот, я точно не помню. И они не законнектились. Потому что контроллеры и дисплей, это все единое целое. Оно не взаимозаменяемое бывает. То есть, там вольтажи, амперажи и все-все-все это влияет. Поэтому бывают вот такие сложности. Сейчас, конечно же, я уже 30 раз уточняю. И можно, в принципе, привести детали. Но в самом Цитрусе, в том же детали этих, к сожалению, нет. И вам придется ждать, если вы даже сами закажете или через кого-то энное количество времени, пока деталь приедет из Китая сюда. И нужно дважды быть внимательным, чтобы пришла именно та деталь, что нужно. Ребята, и вот мы подошли к вопросу о поддержке. Что же такое поддержка, на мой взгляд? Вот ты едешь, у тебя сломался самокат. И что делать? Как минимум, можно написать или позвонить, и тебе ответят. Подскажут, что случилось. Или же вообще в идеале заберут самокат. В смысле, ты привезешь самокат, у тебя его возьмут, отремонтируют и отдадут тебе уже целый. Если он на гарантии, и не возьмут с тебя денег. Да. Как же в Цитрусе обстоит с этим делом? И да, и нет. Почему? Мне лично меняли батарею. Потому что самокат не заряжался на третий день после покупки. Да, да. Но если уже проходил достаточно много времени, людям говорили, что это уже по вашей вине, мы можем вам поменять батарею, например, за 5500 гривен. Да. С одной стороны, я согласен, потому что батарея в ранних моделях была не рассчитана под данный мотор, и она достаточно быстро умирала. То есть, через год она уже там проседала, через два ей было уже совсем-совсем плохо. Но бывают разные случаи. Важно, чтобы у вас была эта поддержка, и у вас был человек или компания, о котором вы можете позвонить и проконсультироваться. Поэтому ссылочка в описании на группу. Да, да. Там уже многие ребята знают, какие причины, у какой проблемы и что делать при этом. Потому что даже ко мне люди часто обращаются с лайкбайками и спрашивают, что же у меня случилось. А мастер не всегда может по телефону определить. С большей долей вероятности вам просто скажут, что приносите нам самокат, мы разберемся, и этот вопрос затянется у них на месяц. В сезон это долго, это долго, давайте будем откровенными. Но это не вина мастеров, по моему мнению. Потому что их всего несколько. И то в Киеве, и в Одессе, и в остальных городах вам нужно будет отправить самокат, и потом только его посмотрят. А Цитрус не хочет, я думаю, увеличивать штат мастеров, потому что это деньги, а они хотят экономить и зарабатывать, в принципе, как и любая сеть. Но все равно они ремонтируются, да, пусть долго, но ремонтируются. И по пути съемки видео я даже узнал, что в Цитрусе все-таки некоторые детали, да, есть в наличии. Это круто. Это прям лайк. Теперь хочу проговорить про продавцов и консультантов в данном магазине. Тут неоднозначная очень ситуация. Почему? С одной стороны, представим, что вы продавец, у вас стоят планы, у вас огромное количество товара. И кроме чем на бумажке, у вас нигде не написано про этот самокат. Например, про оффроу, что у него 3200 ватт, что он едет, проезжает 100 километров, и максималка у него 80. Но это же нереально. К сожалению, никто не тестирует в самом Цитрусе данную технику, и как бы эти все параметры, как пишут заводы в Китае. Но это даже не вопрос Цитруса. Сами китайцы очень часто завышают параметры, чтобы больше продать своей технике. Это, в принципе, логично. Теперь посмотрим на другую сторону, на нас, как на человека, который хочет купить самокат. То есть, я считаю, что легко человеку сказать, что качай, пожалуйста, 3 атмосферы в колесо, а лучше 3,5, если ты весишь там 100 килограмм. Но нет, этого не говорят и этого не знают. В итоге потом мне, как клиенту, которому это не сказали, приходится разбирать колесо, потому что обод заживал пока эту камеру и покрышку частично. Менять камеру, потом снова это делайте, снова и снова, пока я не узнаю, что нужно качать 3 атмосферы в колесо. Обидно, обидно. И лайфхак. Заливайте в колеса гель. Это тоже очень помогает, потому что если колючка пробивает, гель латает эту дырку. Для бескамерных покрышек есть отдельный гель там. Не путайте его тоже, пожалуйста. И что дальше? Да, я понимаю, что там человеку надо много обрабатывать информации, но я получаю завышенные характеристики. По моему мнению, можно посмотреть, почему я как клиент должен смотреть и изучать ролики, а продавцы в Цитрусе не могут изучить ролики, понять, что пробег этот завышен, скорость, он не едет такую скорость, и это все ерунда. Почему они это не делают? Даже я могу и так ответить, потому что кто бы покупал некоторые модели их техники? Наверное, бы никто, если бы вам говорили правду. Жаль, очень жаль. Но это уже другой вопрос. И что из этого всего следует? Что ответственность сложится именно на тебя, мой дорогой зритель, что покупая самокат в Цитрусе, например, ты посмотрел, что у него крутится мотор. А если у него два мотора, они крутятся синхронно на всех трех передачах, колесо, например, не спущено, потому что может быть пробита камера, что у него горят стоп-сигналы, когда ты нажимаешь на тормоза мотора, перестают крутиться, что у него зайдет зарядка у самоката, потому что вам могут сказать, ой, он заряжен. Просто, ну, когда он заряжен, он не заряжается. Да нет, самокаты идут не полностью заряжены с завода, я вам так скажу, и он должен зарядиться. Ну, если он прям полностью заряжен, посмотрите, там есть данные по вольтажам, то можно его чуть-чуть зарядить и зарядить. Почему нужно это сделать? Потому что были случаи, когда в итоге самокаты отправляли обратно, это все время, нервы и деньги. Зачем, зачем вам эти траты? Лучше этого избежать, так же, как и с колесами. И там много-много нюансов, чтобы все механизмы работали, чтобы все было, в общем, хорошо. Перепроверьте все десять раз, не ложите ответственность на продавца, потому что ему нужно поскорее продать и поставить галочку в своем плане, что он продал вам данную технику. А чтобы видео получилось не очень огромным, я разбил его на две части. Сейчас вы просмотрели первую, где я рассказывал про Citrus как про продавца, потому что выбирая и покупая такую технику, в первую очередь выбираете продавца. А во второй части я уже расскажу про все самокаты, которые там присутствуют в наличии. Там будет достаточно интересная информация, поэтому ждите новых роликов. И этот ролик, как вы могли заметить, я менял одежду, менял прическу, я снимал достаточно долго и надеюсь, вам он понравится. До новых встреч, мой дорогой электросамокатный зритель. Подписывайся, где-то тут будет подписаться и смотри другие ролики. Пока!